Продолжение следует... Вердловская область обжаловала приговор Марине Мартемьяновой, сбившей двух школьниц весной 2019 года в Белоярском. Ведомство посчитало решение суда слишком мягким. В момент ДТП женщина была пьяна, как считают следователи, она вернулась на место аварии, чтобы добить пострадавших и скрыть следы преступления. Но Белоярский районный суд посчитал попытку убийства недоказанной и Мартемьяновой дали полтора года колонии-поселения. С приговором не согласны и семьи избитых на дороге девушек. Обе школьницы получили в ДТП серьезные травмы. Считаете ли вы приговор справедливым? Звоните, пожалуйста, и голосуйте. Нам важно знать ваше мнение. Два варианта телефона на ваших экранах. Сейчас же к нам в студию приглашаем Надежду Свойкину, жительницу Белоярского, и Юлию Ладыгину, жительницу Белоярского, собственно, участницу этого дорожно-транспортного происшествия. Проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Прежде чем мы перейдем к обсуждению приговора, еще раз вспомним обстоятельства этой истории. ДТП, в котором вы оказались. Да, Юля, расскажите. Ну, в общем, мы договорились со второй девочкой, Ксюшей, пойти гулять. Встретились, нас позвали мальчики в гости, там, шашлыки, сок, там, просто отдохнуть. Вот, мы пришли, посидели, и где-то примерно часов в 12 мы уже собирались уходить. И вот, получается, мы перешли дорогу, и дальше лично я ничего не помню больше. То есть вы переходили дорогу, и вас сбила машина? Ну, она сбила нас потом, и, ну, как сказать, у меня потеря памяти до момента аварии, получается, вот. Тогда расскажите вы. Юля потеряла память из того момента, как они перешли улицу Февральскую через улицу Ленина на переулок Февральский. И она поняла, что она в больнице только 8 числа уже утром. Хотя, как бы, она с нами, вот, когда я ее увидела седьмого утром, ой, шестого утром, она вроде разговаривала, но это все так протяжно, и понятно, что человек вообще не осознает, где и что с ней случилось. Она единственное, что все время жаловалась, что ей везде больно, то есть я ее боялась. А насколько серьезные были травмы? Сначала нам ничего не говорили, эта ночь ожидания была вообще каторгой для нас. Мы сидели возле это приемного покоя, вдвоем с Надей ревели, и нам, ну, каждый выходил, и ничего. Надя, это мама второй девочки. Да, да. Вот. И на утро приехала медицина катастроф, нас уже, как бы, когда они немного осмотрели, то есть из того, что есть у нас в районной больнице, да, что было проведено, принято было решение первоначально увезти Ксюшу, так как одно место, а вторым рейсом мы едем уже, ну, как бы, наша скорая нас повезла в 9 часов утра. Какие были повреждения у вашей дочки? Первоначально, как бы, нам поставили, в общем, я не знаю, с чем это связано, 9 больница, нас пропустило очень много заболеваний перенесенных, то есть травм вот этих качеств, самое тяжкое, то, что было упущено, это перелом крестцов, отдела позвоночника со смещением, разрыв тканей, то есть это все не описано. Сейчас у нас стоит закрыто-черепно-мозговая травма, но все, далее мы обращаемся, когда к неврологам, они нам объясняют, что это была не закрыто-черепно-мозговая, а ушиб головного мозга, о чем тоже нам, как бы, это, у нас, они, был пропущен прокус языка, но они потом дописали, как бы, когда увидели, что мы сказали об этом. И вот, то есть у нас из-за этого степень тяжести, да, разная получается между Ксенией, то есть у нас тут, которая была медицинская экспертиза, она не до конца, как-то что ли, то есть было у нас две недели температура в самом отделении, об этом в истории умалчивается, то есть судмедэксперт опирался же на историю, да, как бы, а половина не описана, то есть это все мимо, То есть, подождите, в деле, количество повреждений, которые на самом деле есть, меньше, чем на самом деле. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к этим событиям, были ли очевидцы, вот кто рассказал о том, что эта женщина уехала с места преступления, давайте называть это. Кирилл и Дмитрий, вот они четвером шли, да, то есть вот они нам все подробности, потом уже на следующий, а нет, они нам ночью, вот получается, они с нами просидели всю ночь, там друзья еще подходили, те, кто уже домой ушли, они приходили все, ну, то есть мы все сидели вот наскоро, они с нами до утра были, мы уже их отправили чуть-чуть пораньше, что давайте, ну, как бы, тут мы вам сообщим, и вот они нам там все подробно, как бы, рассказали, что и как было. Как определились, что она была пьяна, эта водитель? Я была в это время уже на месте ДТП, то есть я позвонила Юле, когда запереживала, что, ну, как бы, мы с ней перезванивались, она сказала, мы вышли, все, идем, не надо меня забирать, мы дойдем до Ксении, если меня мальчики не пойдут провожать, ты меня заберешь от Ксении. И, то есть, рассчитав время, да, я понимаю, что почему-то где-то мы задерживаемся, то есть я даже на то, чтобы упрощается там до 10 минут, как бы, это, прибавила, я ей звоню, долго звонок не брался, как бы, хотя у нас всегда, как бы, мы там, и она берет трубку и молчит в трубке, тишина такая, как бы, все равно, когда дети общаются, идут, да, там все равно слышно это все, слышимость. То есть я, алло, алло, я говорю, Юля, что случилось? Я уже, ну, чувствую, что паника, да, у меня началась. Я говорю, ты где, что случилось? И она вот таким протяжным голосом, как-то, вот, знаете, отрывками, мама, вот, я, нас, там, то есть вот она все вот это собирает, я начинаю, у меня уже до сих пор мурашки. Ну, конечно. Знаете, у нас сейчас такие, да, зрители вас очень поддерживают, пишут, что кошмарная история, что нужно наказывать по всей строгости, в настоящий момент 91% проголосовали, что это несправедливо. Это несправедливый приговор, и вина должна быть полностью доказана. И давайте позовем следующего нашего гостя, это Олег Таратухин, представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области. Добрый вечер, Олег. Олег, вы еще и руководитель фонда помощи пострадавшим в ДТП. Вот в этом случае, ну, помогать надо. Я здесь, как эксперт приглашенный, я лично сам в этом процессе участия не принимал и знаю о нем только из СМИ. Хорошо, дайте свою оценку, как эксперт. Вот видите, в рамках той статьи, по которой вынесен приговор, он законный. А изначально прокуратура пыталась сделать так, чтобы ее осудили, пьяного водителя осудили по 105 статье за покушение на убийство. Ну, если учесть, что она вернулась и хотела... Вот сейчас я об этом и хочу сказать. А судья переквалифицировала это в ДТП. То есть в рамках этой статьи приговор законный. Там санкция до 4 лет, если я не ошибаюсь. А почему судья это сделала, я не знаю. Я с материалами дела не знаком. Это очень сложно доказать умысел. То есть водитель должен сознательно ехать и пытаться повторно задавить ребят, по версии, которая изначально была у прокуратуры, у следствия. Задача следствия это доказать, а задача суда в этом разобраться. Ну, возможно, либо та, либо иная сторона. Наши зрители советуют обращаться в другой суд, чтобы добиться справедливости. Так и будете делать. Мы подали, да. Мы подали апелляцию в областной. Прокуратура на вашей стороне, насколько я понимаю. Да, прокуратура с нами. Слушайте, но вот эта женщина, которая в алкогольном пьянении наехала на девчонок, вот неужели она не пришла к вам, не встала на колени, не умоляла простить, не предлагала компенсировать все моральные... Нет? Нет. Вот один-единственный раз нам было перечислено в мае месяце 50 тысяч, и то, когда люди начали собирать, начались, ну, как бы мошенники начали собирать наше это, и у нас в Белаярке, как бы девочки предложили, давайте лучше наши реквизиты, да, чем кто, если люди желают, спасибо им большое, это как бы нам деньги тоже в то время и поддержка, и как бы морально, материально это нужно было. И до сих пор как бы это все остается. И был перевед 50 тысяч, и непонятно от кого, то есть там же нет фамилии, да, имя, отчество и одна буква фамилии. Муж спрашивает, где они должны были, никто не отписывался. То есть там, когда переводили, даже небольшие какие-то суммы, всегда писали какие-то пожелания в сообщения, да, там, выздоровление, то есть, ну, для Юли, то есть конкретно. А тут просто пришла сумма. То есть мы долго не могли понять, откуда эта, да, сумма, мы на суде только узнали, что это они перевели нам и то, как бы они сами не оценивают в какое-то, то есть, морально это вред нам оценен был. Просто перевели. Материальный, просто, то есть я, и мы вообще это поняли, что извинения папы, да, за то, что у него такая дочь, то есть, ну, как бы вот так, скажем, да. Это довольно распространенная ситуация, когда виновники таких утяжких ДТП, они находят себе смелости, так вот, прийти чистосердечно раскаются, как вы говорите, упаясь на колени. Это происходит очень редко, и в суде это делается скорее, ну, потому что надо, и суд учитывает, были принесены изменения, либо принесены извинения, либо не было. Ну, и часто их делают формально. Извините, вот. Ну, да, я больше так не была. Почувствовали вы это? Нам приходило письмо и другой девочке, пострадавшей, но они абсолютно одинаковые были, и поэтому мы как-то... То есть два одинаковых, и с вас извинениями. Они, во-первых, холодные такие, вот извините меня, у меня тоже дети, то есть давление на нас тоже, я же мальчик. Так вот, я не понимаю, у тебя тоже дети, ты наехала пьяная на девчонок, надо вызывать скорую, надо спасать ситуацию, ты вместо этого возвращаешься, ну, если это правда, и да-да, пытаешься додавить. Ну, а какой комментарий был от, собственно, от виновницы? Почему она-то, почему второй раз был наезд? А я хотела помочь. Как? Я хотела помочь и переехала? Ну, якобы она услышала угрозы, которые, на самом деле, никто не говорил. То есть у нее окна открыты были, когда она ехала. Подождите, даже, вообще не важно тут, что она слышала, но даже если, там, допустим, пострадавшим плохо, и они кричат, ах ты такая-сякая, ну, это же не повод давить их еще раз. Ну, то есть, ну, вот такой, видимо, человек. Зрители советуют, вы, кстати, можете звонить и высказывать свое мнение в прямом эфире, зрители советуют найти хорошего адвоката для того, чтобы все-таки виновная была наказана. Есть ли у вас адвокат? Да, у нас сейчас произошла замена адвоката. Я взялся проанализировать документы. У нас очень большой опыт. И в прошлом году водителя привлекли как раз по статье 105-й. Было громкое дело в Полевском, где пьяный водитель, предварительно сказав группе молодых людей, что он их задавит, наехал на абсолютно незнакомую девушку. И его судили по этой статье. Он получил в итоге 8,5 лет. То есть большая разница это ДТП, либо покушение, либо убийство. Да, строгого режима, если я не ошибаюсь. Все дело в умысле. Он сказал, что он поедет, есть свидетели, все. А в данной ситуации, но она никогда не признается сама, даже если это произошло, ему сил был в ее голове. Свидетелей быть не может. Это как раз задача следствия выяснить, доказать, что она туда поехала. Видимо, даже не важно почему, если не помогать, она же понимала, что там лежат люди. Из первоначальных показаний, вот со слов женщин, было сказано, что она понимала, что это было ДТП, и через несколько минут она возвращается. И едет, не снижая скорости в этом месте. Ну, вот тут явно есть над чем подумать. Конечно, есть над чем, и она же покинула, подождите, вот там, ты царапнешь машину, покинешь, да? Ну, это разные абсолютно правовые поля, административные, уголовные. Это должен учитывать суд, то, что она покинула, то, что она не вызвала скорую, не казала помню. Это не доказательство умысла, это отягчающие обстоятельства. В этой же даже санкции максимальный срок 4 года, но, однако, судья полтора, да, насколько я понимаю? В 2,5 года. То есть, можно было больше. 4, конечно, дают рецидивистам, тем, кто не признает вину. Но не колонии же поселения. Она не признает вину, может быть, 3,5. Но не колонии, поселения. В общем, вопрос. Я, насколько понимаю, все-таки квалифицируются повреждения, как тяжкий вред здоровью. Это не... Ну, вот... С этой точки зрения, тут нет никаких ошибок, квалифицировали тяжкий вред здоровью, но только судья судила не по той статье, по которой просила прокуратура. Она посчитала, что не доказан умысел. Ну, изначально об этом и было речь. Зрители пишут, что надо сажать, и уже 86% проголосуют, что несправедливый приговор. Ну, действительно, хочется, чтобы здесь было справедливое наказание. Но вот сейчас, что касается вашего состояния, то как ты себя чувствуешь и как Ксюша себя чувствует? Ну, за Ксюшу я не могу говорить, но... Ну, вы же общаетесь. Ну, да, она говорит, что вот... Бывает, когда гулять там выходим, она говорит, что вот ноги болят, давайте посидим. Если считать мое здоровье, то как бы практически каждую ночь у меня ноги с судорогой сводят, спина очень сильно болит. Вот. И поэтому у меня бессонница, и я не могу ходить в техникум. Как бы поэтому у меня очень много долгов получается. Вот. Приходится это все сдавать. А когда я сдаю еще одни долги, то накапливаются другие. Также очень часто головные боли. И... На погоду. Да, на погоду особенно. И вот. Сейчас еще выписали одни медикаменты, которые нужно будет пить. Врачи-то прогнозы какие-то ставят положительные? Говорят, что все будет хорошо, но пару лет надо потерпеть. Ну, 3-5 лет, это и то, как сказать, ну, чисто, как сказать, 50% мы немножко поддержим. То есть нам сейчас нужен вот дорогостоящий, то есть санаторий, да, который мы узнавали, вот, который опорно-двигательный неврологический, там 5-7 тысяч в сутки стоит. То есть 21 день, да, это надо ее поместить туда 2-3 раза в год. Массажи, то есть это все, как бы, это все... Ну, у нас сейчас все платно, да, как бы мы сами понимаем. Мы даже вот иногда нас с техникум просят принести справки, то, что мы обращались. Мы не можем на прием записаться в поликлинику, там, на 2 недели. Мы же не знаем, за 2 недели, да, будет нам плохо или нет. А вы сейчас требуете еще компенсацию? Ну, то есть это 50 тысяч рублей же не покрывают? Так, это, конечно, да, у нас... Я бы очень хотел добавить вот что. Мне сильно не понравилось, что судья не рассмотрел иск о моральном вреде в этом процессе. У него, опять же, формально такое право есть, отправить это все в гражданское судопроизводство. Ну, на моей памяти, это второй раз, первое в апелляции, там, отменили. То есть моральный вред судье ничего не мешало рассмотреть. Это потратить лишь, там, не знаю, дописать один абзац, но он этого не сделал. Почему, я не знаю. Для чего, я сейчас поясню. Это, ну, как по слухам, как бы, с той стороны, они же... У нас еще поселок небольшой, да, и как бы все друг друга знают. То есть вот по слухам было, как бы, мы знали о том, что уже были слухи, то, что переквалифицируется статья, будет 264, что кроме поселения ей больше ничего не будет. Это мы об этом тоже, как бы, уже накануне знали, да, то есть со слов людей. Мы также знали о том, что нам отменят все это для того, чтобы, если мы сейчас подаем на апелляцию, и ей назначают более строгий, чтобы она могла выйти по УДО, не выплатив все суммы нам. То есть по УДО человек может выйти, когда, ну, допустим, миллион назначен, да, если человек выплатил этот миллион, он может по УДО выйти. Вы на какую сумму рассчитываете? Вы сейчас чего добиваетесь? Ну, мы, как бы сказать, в моральный ущерб пополнили то, что нужно восстановительное лечение. Конечно. Да, мы просчитали это все. То есть у нас, получается, Юлия Неврета ценен в 2 миллиона рублей, и у меня то, что вот я, мне пришлось оставлять маленького ребенка на няню, да, мне пришлось двоих детей бросить, у меня муж в рейсе был, причем для него это стресс на фуре, да, ехать, еще только он выехал, да, в Тюмени, это он стоял, ему нужно было в Иркутск ехать. И вот у нас вот оценено в миллион, то есть у нас вот, которые, траты мои, то, что я оставалась без работы, до сих пор, как бы, мне приходится часто не работать, да, те две недели, которые я там находилась в больнице. То есть у нас это, как бы, обоснованно, то есть некоторые, как бы, да, пишут, я просто по-русски как-то... Подождите, но это не моральный, это компенсация в чистом виде. Давайте я помогу разобраться. Да, очень коротко, да, потому что у нас время эфира. А по финансам у нас получается по чекам чисто около 200 тысяч. То есть это вот чековые, да. Ну что ж, удачи вам в этом деле довести его до конца, и следить за развитием событий. Я желаю, чтобы справедливость все-таки у вас торжествовала. Мы движемся дальше. Сейчас выпуск программы события, после вернемся в эту студию. У нас будет рубрика ЖКХ.